Сегодняшний выпуск видео посвящен теме «Какой бывает пиар?». Продолжаем и рассмотрим подробнее пиар в культурно-развлекательной сфере. Поехали! В культурно-развлекательное направление пиара входят такие виды деятельности. Это кино, видео, аудиопроизводство, радио и телевещание, цирковая, театральная и концертная деятельность, собственно говоря, тот же шоу-бизнес, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, историко-архитектурная деятельность, реставрация и краеведение. Пиар в культурно-развлекательной сфере работает не только над организацией досуга, но зачастую еще и над просветительской деятельностью. В рамках продвижения предлагается некий культурный продукт. Это может быть товар, услуга или персона, которые затребованы целевой аудитории. Или же они предлагаются ей впервые. Например, это песни, фильмы, какое-нибудь художественное литературное произведение, вплоть до какой-нибудь отреставрированной мебели. Иногда могут предлагаться совершенно необычные перформансы, арт-фестивали или современные объекты. Потому как все это деятельность артистов, художников, режиссеров, даже учреждений культуры, именно творческих людей. Пиар в данном секторе занимается выведением на рынок и продвижением культурного продукта. Выстраиванием взаимоотношений с целевой аудиторией. Формированием репутации и имиджа для вашего бизнеса, для учреждений культуры или для человека, который его организовывает. Занимается обеспечением узнаваемости популярности бренда. И развитием лидирующих позиций в конкурентной борьбе. У вашего проекта могут быть обозначены ценности и озвучена миссия, в рамках которой проводится вся активность. Работа проводится со спонсорами, с органами власти, потому что в ряде случаев нужны какие-нибудь разрешительные документы. С представителями СМИ, с общественными организациями и с волонтерами. Здесь же выстраиваются коммуникации со всеми участниками мероприятия. Те, кто готовят это мероприятие. Это организаторы, выступающие. И это люди, которые придут на ваши события, то есть с вашими зрителями. При этом следует учитывать, что организация мероприятий может проводиться для внутрикорпоративного пиара. Это немножечко другой подход в работе в ивент-менеджменте. Или же такая работа может быть направлена на внешнюю среду, а точнее на внешние отношения вашей компании. В культурно-развлекательной сфере пиар бывает как на коммерческой основе, когда продаются услуги, так и в рамках благотворительности. Внутрикорпоративные мероприятия оплачиваются собственниками бизнеса. Отдельно стоит рассматривать культурно-развлекательный пиар в государственном секторе. По поводу, сколько для этого нужно денег. Скажу так, бюджетное мероприятие может выглядеть совершенно по-разному. Первый случай – это небольшие затраты на саму организацию мероприятия. И выход бесплатных новостей тут у вас может действительно быть. При этом само мероприятие должно иметь огромную ценность для большинства в обществе. Оно должно быть интересно всем. Второй случай – у вас могут быть небольшие затраты на организацию, но новость никто не берет. А вам надо бы как-то засветиться в СМИ. Значит, вы закладываете деньги на рекламу и продвижение новости о вашем мероприятии. Тут у вас будут большие затраты. И вот с большими бюджетами на мероприятие все точно так же. Можно потратить много денег на организацию и выхлопов в СМИ совершенно не будет. Придется еще тратить деньги на рекламу. Или же да, мероприятие будет затратное, но для всех очень интересное и попадет в телесюжеты и на первые полосы в СМИ совершенно бесплатно. Но не забывайте, что еще до начала проведения события у вас будут расходы на анонсы и на привлечение людей на само мероприятие. Поэтому составление бюджета на организацию зависит от ряда моментов и грамотного подхода. Очень важно четко знать свою целевую аудиторию перед началом любого проекта или мероприятия. Анализируется последняя деятельность ваших конкурентов. А только потом рассматриваются необходимые каналы коммуникации и подбираются нужные пиар-инструменты и пиар-технологии для работы. Потому как в ряде случаев вам не понадобится использовать все виды рекламы. Например, если в вашей целевой аудитории нет людей за рулем, то и оставлять рекламу на заправках совершенно не нужно будет. И в конце этого видео пару замет. Первое. Такие названия, как английское слово event, event management и событийный пиар, все это относится к культурно-развлекательному пиару, к этому сектору. И второе. В этой работе крайне важно учитывать все мелочи, все детали, чтобы каждое событие было красивым, запоминающим и, самое главное, комфортным для людей. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, а в следующем видео поговорим про спортивный пиар. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok